Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наше изучение Бога в Духновенной Псалтирии и мы будем читать 130-й Псалом. Эта череда Псалмов продолжается под общим названием «Песнь степеней» или «Песнь ступеней». Этот Псалом совершенно небольшой, всего три стиха, и мы читаем начало. «Господи, не превозносилось сердце мое, и не превозносились очи мои, не входил я в великое и дивное, что выше меня». О чем это? «По Феодориту знал я себе меру и не предпринимал того, что превышает мое достоинство». А в книге Иисуса сына Сирахова сказано «Не исследуй того, что закрыто для тебя». Исследуй то, что открыто для тебя. Потому что, когда человек начинает суемудрствовать, превозносится сердце его, а это недопустимо. Человек не должен стремиться исследовать то, что выше его, значительно выше, и то, что до времени скрыто от него. Надо сказать, что, прежде всего, это относится к другому миру, в котором нам предстоит еще жить, как в 13 главе Первого Послания к Коринфянам апостол Павел пишет, что теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, а тогда, когда войдем в другой мир, будем познаны так, как мы познаны. То есть тот мир, он нас проницает всецело, но мы не проницаем тот мир. Такое значение этого стиха. И с еврейского он будет звучать так. «О Господи надменным не было сердце мое, и не возносились мои глаза, и не расхаживал я великом и для меня дивном». То есть не расхаживал, имеется в виду легкомысленно, не пытался войти, взойти на тот уровень, который еще закрыт для меня. Потому что можно имитировать некое познание, которое человек якобы имеет, но насколько это в глазах Бога, Бога соответствует реальности. И второй стих. «Если я несмиренно мудрствовал, но возносился душею моею, имеется в виду к тебе, как вскормленное дитя к матери своей, то так и воздай душе моей». Здесь как бы в противоположность сказанному выше. «Я не пытался понимать то, что закрыто для меня, но я не мог не стремиться к тебе». Главная тема второго стиха. «Как вскормленное дитя, вскормленное матерью, все время стремиться опять к матери». То есть «но возносился к тебе», здесь имеется в виду, по-славянски «вознесох душу», то есть «видимым таким молитвенным способом обращался к тебе душею моею, как вскормленное дитя к матери своей». То есть подобное ребенка, который как бы не всегда соблюдает меру покорности. Мать может быть устала держать его на коленках, но он проявляет вот такую непокорность любви, безумство любви. «То так и воздай душе моей». Вот за это стремление к тебе, может быть, неуемное. Ты воздай как за действия, связанные с любовью. И Афанасий, Великий, Златоуст, Феодорит, они предлагают такое решение. Не по строгой правде, а по материнской любви и снисходительности к грудному ребенку поступи со мной. То есть здесь две позиции. Мы не должны вникать в то, что сокрыто от нас. Первый стих. Второй стих. В нас заложено естественное стремление к Богу, как и естественным является стремление младенца к матери. И третий стих, окончание этого псалма, да уповает Израиль на Господа отныне и до века. То есть уповает, прибегает, как младенец, который всецело зависит от своей матери, прибегает к ней и не чувствует себя спокойно без нее. Причем пророк Исаия Господь говорит, если бы и мать забыла грудное дитя, я не оставлю и я не брошу тебя. Это тоже такая аллюзия, связанная как бы с этим же образом взаимоотношения народа Божия с создателем, как взаимоотношения младенца с матерью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok